Раз-два, раз-два, проверка звука. Напишите, пожалуйста, в чате, слышно вам меня или нет, поскольку сейчас мы наконец-то уже начинаем. Закладывайте примерно минут 30-40 вашего времени на то, чтобы посидеть меня прослушать и позавлять вопросы, конечно, про McKinsey Digital Assessment, расскажу все, что знаю. Так, Тимон пишет, что слышно. Супер. Я думаю, что большинство людей, кто хотел присоединиться, присоединился, а кто не хотел присоединиться, возможно, присоединиться позже или посмотрят в записи. Посмотрим. Приступим, дамы и господа. Сейчас я только разберусь с управлением. О, разобрался. Какой у нас сегодня план? У нас сегодня план посмотреть на четыре вещи. Опыт прохождения – это первая вещь. А именно мы посмотрим, как этот тест выглядит, насколько возможно на него вообще посмотреть. Посмотрим, что об этом рассказывают ребята, которые раньше у меня учились на курсах, потом проходили этот тест. А проходили они этот тест аж с лета 2018 года. Так что тест не новый. Потом мы посмотрим, на какие навыки смотрит тест по заверениям самих основателей этого теста, компании Embellus и людей из McKinsey, которыми занимались. Потом мы посмотрим с вами, как вообще к этому всему можно готовиться. Ведь утверждается, что к тесту Embellus подготовиться нельзя. Но у меня здесь есть некоторые сомнения, и я вам расскажу, на чем они основаны и что же с этим можно делать. Ну и в конце я вам расскажу о материалах, которые вам пригодятся для того, чтобы к этому тесту подготовиться. Так что поехали. Вопросы можете писать в чат. У вас, конечно, есть возможность еще и звук включить и что-то сказать, но, скорее всего, если все это начнут делать, начнется какой-то ужаснейший просто бедлан. Поэтому пока прошу так не делать. Возможно, в конце у нас появится время на Q&A словесный. Но если у вас будут вопросы, пишите в чате. Я чат читаю, он у меня вот здесь открыт перед глазами. Я с радостью на все отвечу по ходу дела. Перебивать чатом можно. Так что welcome, что называется. Так, идем по порядку. Ну, сначала пару слов обо мне. Меня зовут Виктор Гуленко. Если кто не знает, я основатель FLESS. Работал в McKinsey несколько лет. В основном в практике private equity, но не только. После этого из McKinsey ушел. Основал компанию, которая занимается обучением, в частности, подготовкой к консалтингу. И я долгое время ввел курс подготовки к PST. У меня было больше 40 наборов. И, в принципе, результаты были достаточно хорошие. Большинство людей из тех, кто после курса ходил сдавать PST, потом PST проходили. И что самое интересное, те люди, которые ходили сдавать PST, и потом еще сдавали digital assessment, а это проходило примерно год, наверное, по времени, даже побольше, наверное, они потом и digital assessment проходили успешно. Во всяком случае, фидбэк приходил, что вы прошли, поздравляю, молодцы, как вы здорово все сделали. Поэтому у меня есть некоторый опыт подготовки к тесту, имбеллус, хотя, конечно, мы готовили к тесту не напрямую, а все-таки к PST. Но вот к PST опыта выше крыши. Но сейчас не о PST, сейчас об имбеллус, хотя некоторые сравнения мы все-таки с вами проведем. Так, идем дальше. Сначала мы начнем с опыта прохождения. Вот что такое тест? Вот этот тест имбеллус — это, по сути, компьютерная игра. Вот вы заходите в интерфейс на компьютере, на своем компьютере, вам не нужно приходить в офис, вам присылают ссылочку на то, чтобы пройти тест, у вас есть неделя на то, чтобы эту ссылочку открыть, и когда вы ссылочку открыли, у вас есть час на то, чтобы пройти. Открывается такой красивый экранчик, сзади какой-то коралловые рифы и необитаемый остров, видимо, который вам придется менеджить. У вас есть 60 минут, у вас есть 3 задания. Вот так примерно выглядят экраны. К сожалению, мало здесь, что можно разглядеть с точки зрения конкретных чисел, поскольку это экраны с рассказом о Киндзе. Они, конечно, суперподробно не стали это все выкладывать. Но, казалось бы, это и не нужно, потому что здесь мы уже видим, что это пошаговая стратегия, по сути, которая эмулирует какое-то природное событие. И нам нужно этим природным событием каким-то образом управлять. Это можно сказать уже глядя на экраны, но, конечно, я расскажу более подробно. Я не буду их зачитывать, конечно, читать вы умеете не хуже меня. Сделаю, наверное, акцент на двух вещах здесь. На то, что нам нужно выбирать участников цепочки, это вот в этой экосистеме, на основе их характеристик. То есть, по сути, у нас такая стратегия, где мы выбираем героев и потом вставляем их в RPG-игру и смотрим, что из этого получается. Кроме того, стратегия пошаговая. То есть мы думаем, принимаем решение, нажимаем кнопочку «Выполнить», и что-то происходит или не происходит. Так, спрашивают, значит, покажи экраны. Экраны включил, вот, собственно, по-моему, у вас все видно. Будет запись? Да, запись, скорее всего, будет. Звук не можешь включить, к сожалению, с этим помочь тебе не могу, поскольку мне придется отвлечься от других 40 человек, что будет явно unfair. В общем, вывод из опыта студентов с точки зрения рассказа контента – пошаговая стратегия. С точки зрения их впечатления о сложности, интересно, что впечатление было такое, что, ой, вообще не парился. Никак особо не готовился, кроме как писти, легко решил. Тесты казались простыми, решал на релаксе, без напряга, было даже весело и, в общем, не нервничал. Это круто, кстати, потому что из-за нервов многие ребята у нас на писти страдали и реально показывали плохие результаты, потому что они не могли заменеджить себя в такой критической ситуации. И по сообщениям студентов, которые проходили digital assessment, такой проблемы у них не было с новым тестом. Это круто, это вам сильно жизнь облегчит. Но тогда вот в чем вопрос возникает. Если вот так все хорошо, как наши студенты пишут, все просто, готовиться не нужно, никаких проблем не было, так зачем McKinsey тогда это сделали? Они же там все-таки очень глупые люди. Если бы они были глупыми людьми, вы бы не хотели идти к ним работать. И они явно не будут делать хуже отбор, ведь на отборе держится вообще качество работы McKinsey и все их будущее. Если они будут дать крутых, сильных, умных людей, бизнес будет идти дальше, и дальше много крутых, умных людей будет к ним идти. Если они сделают простенький тест, который не будет отсеивать нифига людей, то к ним никто не будет идти. Они это понимают. Поэтому тут все не так просто, на самом деле, и я сейчас вам расскажу. Посмотрим, на какие навыки обращают внимание в этом тесте. На какие навыки? Вообще сначала, на какие навыки, это следующий шаг. Сначала посмотрим, чем от PST отличается. Казалось бы, PST такой сложный, и Digital Assessment такой простой. Зачем же тогда ввели Digital Assessment? Ну вот зачем. Во-первых, сейчас McKinsey берет уже не только консультантов, а кого только не набирает. Есть и разработчики, есть и Data Scientist, есть даже дизайнеры, UX-инженеры и все прочие ребята. Так вот эти ребята, в отличие от нас, консалтеров и людей, которые хотят идти в консалтинг, не хотят готовиться к длинному отбору в McKinsey. Они не готовы мочить кейсы так, как мы это делаем. Они не готовы несколько месяцев потратить на PST. Они просто плюются и говорят, я лучше не буду проходить отбор, зачем мне идти в McKinsey, когда я могу пойти в какое-то другое место и не париться так с отбором. И так они делают. Это, собственно, то, что мне рассказывали ребята, Data Scientist, с которыми я общаюсь, которые хотели пройти отбор в McKinsey, увидели, что там все сложно и забили. McKinsey это понимает. Они говорят, ну, так дело не пойдет, нам нужно разных людей брать, и не только консалтеров. Давайте упростим им отбор, давайте сделаем его веселым, а не занудным тестом. И они сделали эту штуку. Она действительно веселей, и ее легче делать, потому что, как утверждается, к ней не нужно и невозможно готовиться. Раз так, то никому не приходится из разработчиков, дизайнеров и прочих волноваться с подготовкой. Прислали ссылку, прошел, поиграл час, вот получил результат. Прекрасно. Но это не только развлечение. Есть еще один огромный шаг, который называется machine learning. Тест отражает лишь результат деятельности, да, нет, А, Б, Ц, Д. И не очень смотрит на твой трек, как ты приходил к решению. Но это нельзя сделать в тесте, потому что там просто варианты ответа. Тогда как в digital assessment можно следить вообще за каждой секундой прохождения теста, за каждое движение вашей мышки, за каждым скроллом, за каждым просмотром, каким-то нажатием кнопки. Это сейчас получается сделать благодаря тому, что результат оценивается алгоритмом машинного обучения, который собирает кучу данных, а для машинного обучения и нужна куча данных. И потом сравнивает эту кучу данных с кучей данных от крутых ребят, которые до этого проходили, получили офферы и потом работали успешно. И вот вас с такими сравнивают. Так же вы кликаете на мышку, как они. Так же вы скроллите, как они. Так же ли вы выбираете героев, как они. Не нужно полностью им подражать, безусловно, но если вы сильно от них отличаетесь, то, скорее всего, вы к McKinsey не подходите. Грубо говоря, если за этот тест посадить Илона Маска, то он, скорее всего, этот тест провалит, потому что его профайл будет нифига не похожим на профайл стандартного консультанта. А вот если меня посадить за этот тест, то, скорее всего, я пройду без проблем, потому что я стандартный консулт. Ну, в общем, если мы идем в McKinsey, нам, конечно, нужно сделать из себя стандартного консултера. И об этом я поговорю, как это сделать. Тут, к счастью, ничего не изменилось. Изменилась форма, но не изменилось содержание. Про ненапряжность я говорил, про то, что нельзя подготовиться, говорил, и сейчас мы об этом поговорим. Как так нельзя подготовиться? Блин, ко всему можно подготовиться. К Олимпиаде, по художественной гимнастике можно подготовиться, а вот к тесту McKinsey новому нельзя подготовиться. Что-то очень странное. К работе в McKinsey можно подготовиться, а к Digital Assessment нельзя. Нет, ко всему можно, на самом деле, друзья. Сейчас я вам про это расскажу. Так, я вижу вопросы и посмотрю, что там пишут. А, окей, ребята помогают друг другу настроиться. Супер, спасибо. Да, поскольку я сам не могу ничего тут толкового ответить, и я вообще плохой менеджер вот этих всех технологических штукенций, поэтому здорово, что вы помогаете. Спасибо. В любом случае, звук будет, и да, я думаю, что он смонтируется, я вам пришлю в обратном запись, и сможете посмотреть, и быстро проскролить, что вам интересно, и выбрать нужный момент. Со звуком, с картинкой, и с моим улыбающимся лицом. Можно без лица его, можно. Так вот, на какие навыки смотрит Digital Assessment? Вот эти навыки я выписал из статьи, которой Embellus вместе с McKinsey публиковал результаты предболительного тестирования вот этой системы, которую они сделали еще, по-моему, в 17-18 году. В общем, это их научная статья, здесь прямо вот как они определяли эти вещи. Ну, сами определения, окей, я нашел в других местах и расписал из других источников. А вот пять факторов, на которые они смотрят, это прямо то, о чем они и говорили. Critical Thinking — штука понятная. Это, по сути, прочитать, переварить, сделать выводы. То, что мы делали в PST. Вот у вас куча текста, вы этот текст анализируете, из него делаете какие-то выводы, отвечаете на вопросы. Вот это Critical Thinking. Decision Making — это близко к Critical Thinking, но когда нужно выбрать из нескольких альтернатив. Вот вы прочитали разные варианты, численных оценили, и это был Critical Thinking, а теперь вам нужно выбрать, что лучше, что хуже. Сделать такой трейд-офф. Пойти к умным или к красивым. Иметь высокий риск и большую доходность, или иметь среднюю доходность, средний риск и тому подобное. Вот это вот Decision Making. Он не всегда аналитический, и часто зависит от ваших суждений, и даже от какой-то интуиции. Это частично проверялось в тестах, но, вероятно, в меньшей степени. Metacognition — это штука, которая вообще в тестах все время проверялась. Это то, как вы подходите к решению задач. Как вы структурируете свой ответ, как вы планируете свое время, как вы следите за тем, поняли вы или не поняли, возвращаетесь вы к вопросу или не возвращаетесь. Вот это все взгляд на себя со стороны и есть metacognition. То есть вот эти три бакета, они те же самые, что в тестах. Они никуда не делись, они ниоткуда нового не пришли. Добавились новых два. Вот эти новых два бакета пока что в тестах не было, потому что в тестах их так не сделаешь. Нету в тестах environment, такого окружения, которое создает потребность у этих двух навыков. Что это за навыки? Это понимание ситуации вокруг тебя и системное мышление. Системное мышление — это способность представить механизм с кучей разных движущихся частей и интерпретировать его как единое целое, и понять, что с ним происходит. А situational awareness — это понять, в какой ситуации находится текущий механизм и что с ним будет в дальнейшем. Вот эти две штуки новые, и с ними нам придется побороться. Но об этом я расскажу сейчас, как мы с ними будем бороться. Как готовиться? Если подготовиться нельзя. С одной стороны, подготовиться нельзя, но с другой стороны, конкретные навыки нам уже прописаны. Их не скрывают. И первых три навыка — это вообще то, к чему вы все время готовились. Других два новых, но тоже на самом деле не слишком новых. Что с этим можно сделать? Сейчас посмотрим. Во-первых, вот возвращаясь к вопросу моему раньше, который я поднимал, зачем вообще ввели вот этот новый ассессмент? Посмотрите, кого сейчас набирает McKinsey. Раньше, вот буквально, я не знаю, когда я проходил отбор в 2013 году, попробую нарисовать, отбирали вот этих ребят, отбирали вот этих ребят, и немножечко, немножечко, вот этих ребят. А сейчас смотрите, сколько всего добавилось. Добавились data scientists. Правильно, в 2013 году еще про data science так много не говорили. Добавились вот эти ребята, которые turnaround'ы делают. Это обычно такие опытные господа, опытные дамы, которые, может быть, чуть хуже с проблем с оллингом, но у которых есть реальный бизнес-опыт и такое, что называется, такая зрелость, такой maturity, с которой они могут прийти к клиенту и реально заставить его все поменять. Заставить человека, заставить компанию что-то поменять, это очень тяжело. И вот здесь ребята как раз это делают. Всякие digital-спецы от разработчиков до product-менеджеров, project-менеджеров и прочих товарищей, вот они теперь здесь прячутся, раньше их не было. Дизайнеры, смотрите, тут даже дизайнеры есть. И вот этот зоопарк, как любит говорить Лена Кузнецова, нужно как-то менеджить. И понятно, что старыми инструментами вы его не заменеджишь. Посмотрим, какие у нас есть новые. Но, смотрите, подход к отбору людей, он не изменился. Набор людей, вообще вот множество разных специальностей, профессий, которые требуются, оно, конечно, поменялось. Но при этом сама суть тех качеств людей, которые требуются в McKinsey, она не изменилась. Ну вот посмотрите, вот это вот скриншот из карьерного сайта. What we are looking for? Кто нам нужен? Такое ощущение, что эта страничка толком не поменялась за последние 7 лет. И когда мы говорим о digital assessment, на что мы обращаем внимание? Конечно, на problem solving. Problem solving не изменился за последний год. В принципе, подход не меняется и за много лет, пожалуй, даже десятилетий. Меняется форма, с которой мы этот подход тестируем. содержание остается тоже. Если вы прокачаете problem solving до крутого консалтерского уровня, вы можете не переживать за digital assessment. Вот почему ребята, которые очень круто мочили тест PST, потом спокойно проходили digital assessment. Потому что у них крутой был навык problem solving. Вот, в принципе, наверное, это главный вывод из всего сегодняшнего вебинара. Качайте problem solving, и это и есть ваша подготовка. Если он у вас будет крутой, вы пройдете и digital assessment, и кейсы, и с фитом будет легче, и вы получите оффер. Да, конечно, эта подготовка не такая прям точно, как симуляция digital assessment. То есть, если бы вы взяли, скачали бы абсолютно такой же digital assessment и прорешали бы 100500-го варианта. Ну да, тогда легче, конечно, было бы. Здесь сложность в том, что нужно прокачать какой-то широкий навык problem solving, а не просто узко научиться выбирать буквки. Да, с этим будет сложность. Но это негромаднейшая сложность, которую вы не сможете превзойти. Просто качайте problem solving. Это вот, наверное, ответ, который вам нужно запомнить, наверное, если вот все, что, забудьте все, что я вам сегодня рассказывал, только запомните, а как готовиться, качайте problem solving. Ну, конечно, вы скажете, спасибо, капитан, я и так это понимаю, мне не нужно было тратить свои 30 минут времени на то, чтобы тебя послушать, и знать, что нужно качать problem solving. Окей. Поэтому я расскажу чуть более подробно. Как готовиться к assessment? Вот смотрите, вот я выписал вот эти пять навыков и прописал, на что нам нужно обращать внимание. Critical thinking это математика, по сути. Когда вы читаете условия, собираете кучу данных, составляете из них какую-то модель элементальную, чаще всего это математическая модель, применяете свои знания, чтобы этой моделью покрутить, я не знаю, составить уравнение, решить уравнение и получить ответ. Вот. Переработка информации, расчеты, выводы. Вот это critical thinking. Это, по сути, математика, ну и анализ прочитанного, то, что называется reading comprehension. Вот это вот стандартные, самые обычные тесты, которые вы уже много решали. Decision making это кейсы. Когда вы даете рекомендации, вы делаете как раз decision making. Вам нужно выбрать из нескольких вариантов, к умным или красивым, черное, белое, счастье, горе, вот это все вам нужно как-то определить и использовать свой judgment. И здесь вы это практикуете все время, практикуете это и дальше. Вот это как раз тот навык, который нужно прокачать и для digital assessment, и для кейсов в дальнейшем. Meta cognition, третий пункт, это просто стандартные тесты. С этим все понятно, решайте тесты, тесты ограничены во времени, вам нужно как-то заменеджить свое время, вы смотрите, разбиваете весь отрезок 60 минут на отдельные кусочки, решаете по 5 вопросов и так далее, вот все, что там я рассказывал в пистии. Вот тесты как раз круче всего прокачивают Meta cognition. Остается вопрос с другими двумя пунктами, которые тестами прокачиваются плохо. Итак, чтобы взять такой suspense паузу, я гляну в чат, посмотрю, что там за вопросы были. У всех залагало? Нет, все норм. Так, круто. Окей, значит, у кого-то залагало, у кого-то не залагало. Если вдруг что-то залагало и вы пропустили, можете написать в чате, может быть, это важно, я готов проитерироваться быстренько по какому-то кусочку еще раз. Так вот, situational awareness is system thinking. этого нет в тестах стандартных, этого нет в PST, этого нет в GMAT-like тестах и все прочее. Но это есть, друзья мои, в играх. Причем игры не обязательно интеллектуальные и не обязательно компьютерные. Вот situational awareness, когда вам нужно понимать, что происходит вокруг и что произойдет дальше, прогнозирование, это вообще любые игры. По сути, вы играете в футбол, вы качаете свой situational awareness. Вы занимаетесь любыми видами спорта, вы качаете situational awareness. Вы даже играете, не знаю, в шутеры на компьютере, вы делаете situational awareness. Часто на работе вы развиваете situational awareness, когда вам нужно понять, что произойдет в дальнейшем. Вы вводите машину, это situational awareness. С этим проблем особых нет, потому что нам приходится часто смотреть по сторонам и понимать, что произойдет в дальнейшем. Кстати, с этим большая проблема у компьютеров и у искусственного интеллекта. вот они situational awareness не обладают и понять компьютеру, что там сейчас по столу катится шарик, а через секунду он упадет вниз и разобьется, компьютер пока не будет. Ну ладно, вы можете, и это достаточно легко. Вот systems thinking, вот эта штука, это несколько более сложная вещь. Здесь нужны не просто игры. вождение автомобиля и игры в доту, как подсказывает Тимон, наверное, не очень помогут. Ну помогут, но просто в меньшей степени, скажем так. Помогут здесь стратегические игры. Ну, либо если вы решите автомобиль свой разобрать и посмотреть, что там будет. Вот вам systems thinking. Причем стратегические игры не обязательно компьютерные, могут быть и настольные. По сути, вам нужен какой-то environment, окружение, которое меняется по определенным правилам, и этих правил должно быть очень много, так что их тяжело переварить, но необходимо, за которым вы следите. И вы следите и пытаетесь сразу кучу факторов учесть. Вот такой многофакторности в тесте нет. И это новая штука. Если вы с ней не знакомы, то стоит, конечно, поиграть немножко в игры. Создатели теста имбеллус говорят, что не нужно никакого опыта в компьютерных играх. Безусловно. И уметь играть в доту или в Counter-Strike или даже в цивилизацию не обязательно. Но иметь systems thinking полезно из разных мест, и вот кажется, что симуляция компьютерных игр это лучший источник, который вы можете использовать легче всего. По сути, если имбеллус это и так уже компьютерная игра, вы просто берете другую компьютерную игру с аналогичной механикой, окей, там не будет, не будет, вы не будете строить риф, но вы будете строить цивилизацию. Заботает вся та же самая штука. Поэтому я думаю, что вы сейчас уже догадаетесь, что я вам сейчас скажу следующим шагом касательно материалов. Материалы я сейчас разобью на две части. Я разобью первое, что касается critical thinking, decision making и meta-analysis, и потом расскажу про системное мышление и situational awareness. Касательно первой части consulting tests, мы сделали специально под это крутую штуку. Мы собрали все материалы, которые у нас были по всем тестам и по математике, и по вербальной части, объединили их в один курс, который теперь автоматически все грейдит, тестирует, и в котором теперь есть все видео с разборами, но уже не записанные уроки, а прям в качественной, нормальной записи на хорошую камеру с хорошим звуком, хорошо порезанную. Объединили это в один курс и говорим, ребята, вот теперь вы можете качать свой critical reasoning здесь. И теперь, кстати, это можно сделать достаточно дешево, потому что нет больше необходимости все время сидеть на занятиях, и вот так все разобрано, а с преподавателями можно отдельно связаться при необходимости. Я на неделю открыл промокод, кстати, он тут в углу сверху написан, по которому все три курса и математика, и verbal, и тесты можно сделать за 15 тысяч рублей. Если вам нужно прокачать математику, критическое мышление, decision making, вот это прям суперспособ это сделать в ближайшее время очень просто, очень легко. Это что касается critical reasoning, decision making и meta analysis. Что касается situational awareness systems thinking, игру я пока что не разработал, и думаю, что мы с этим подождем, потому что есть несколько крутых игр, есть дофига очень крутых игр, где вы можете прокачать все это достаточно просто. Я бы посоветовал вот сходу три игры, которые развивают стратегическое мышление и situation awareness. Я сам не играл в последние две, XCOM и Into the Bridge, но когда я изучал эту тему, я изучал подробно, изучал достаточно много разных игр, эти оказались самые классные, потому что они интересные, у них высокие рейтинги, но при этом у них еще и динамика, механика очень похожая на механику Embellus. То есть у нас пошаговая стратегия, где нам нужно что-то строить, определять каких-то героев, определять какой-то environment и потом смотреть, как он меняется. В цивилизацию я играл с удовольствием, правда это было очень давно, но действительно прокачивал навыки, она очень крута и системное мышление она развивать помогала. Особенно теперь, когда это тестируют в формате игры, вот она игра, которой нужны вот эти два навыка, системное мышление, стратегия, вот их рекомендую. Понятно, что вы можете загуглить любые другие игры, которые вам нравятся и их использовать, но если вы не игровой человек, как например я, посмотрите вот на эти штуки и используйте их не просто как развлечение, не рассматривайте это как вы тратите свое время на игры за компьютером, как там раньше всегда говорили, что это только трата времени, а рассматривайте это как подготовку к digital assessment. Вот эта подготовка будет полезна. Ну и конечно, если вы не любите все равно компьютерные игры и считаете это страшным взлом, такие люди тоже бывают ваше право, можно использовать настольные игры, Settlers of Catan, например, моя любимая офигенная игра, стратегическая, пошаговая, где тебе нужно учитывать кучу факторов, строить свою экосистему и воевать за другими. Прекрасно. Monopoly и риск, про них вы, наверное, знаете, очень похоже. Ну и конечно, капитан очевидность мне тут подсказывает, спасибо, Кэп, шахматы и го. Скажу честно, я шахматы пытался научиться играть, ну понятно, я знаю, как фигуры ходят, но терпения мне никогда не хватало, но мне это не помешало пройти в консалтинге. То есть, если вы не любите шахматы ни в какую, не хотите их трогать, можете не трогать шахматы и поиграть в цивилизацию. Если вы не хотите играть в цивилизацию, поиграйте в шахматы. Но очень вам советую поиграть хоть во что-нибудь и потренировать свой assistance thinking и existential awareness. Так, я беру паузу и отвечаю на вопросы. Тут что, много всего проходит. Так, пишет Наталья, после теста просят пройти опрос, в котором идет спрознанный вопрос, связанный с вашим опытом в видеоиграх. Так что, даже создатели теста на самом деле понимают, что стратегические игры помогают подготовиться. Наталья, спасибо. Я думаю, что они понимают. Они все-таки очень лидернеглупые. Какой промокод я не успел записать? Промокод. Но я вам скину его еще. Промокод. Я сейчас напишу сюда, но я скину его. CT500. Вот так. Я скину еще письме, поэтому... Don't worry. Be happy. Ага, Наталья проходила на днях, завтра будут результаты. Наталья, мы держим тебя кулачки. Я очень надеюсь, что ты прошла. Спасибо, что поделилась клевыми инсайтами. Так. Идем дальше. Вопросы пока исчерпаны. Подробнее о digital assessment. Смотрите, если вы хотите глубже, подробнее прочитать, чем то, что я вам сейчас рассказал, и вам не лень, я не знаю, стоит ли это сделать, но, опять же, вы сами решаете. Вот в этой презентации, которую я вышлю после нашего сейчас звонка, есть куча ссылок. Тут есть и рассказ McKinsey, digital assessment, там и видео есть, и прям текст какой-то небольшой есть, но правда, суперповерхностый, и сайт имбелоса есть, статья, на которую я ссылался, в которой я рассказал вот эти пять навыков, на которые смотрят, пять навыков, которые смотрят для того, чтобы оценить ваши успехы в имбелосе, вот здесь подробно расписано. Разные обсуждения в Financial Times, в Bloomberg, на Quarry рассказывают, что туда входит, как подготовиться и прочее. Я все это постарался учесть здесь в презентации, поэтому вряд ли там будет что-то новое, но, тем не менее, если вы хотите послушать, посмотреть, welcome. Презентацию я скину, вы все это посмотрите, и вот так. Так, хорошо. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Те, кто все понял и вопросов больше нет, спокойной ночи. У кого вопросы есть, я буду рад на вопросы поотвечать. Давайте, наверное, все-таки будем их писать лучше в чате, а не словесно, потому что иначе тяжело будет заменеджить одновременно 40 человек. Так. Стоит расширить словарный запас по-английскому касательно островов. Смотрите, Монс, с этим проблемы были с PST, там был иногда сложный словарный запас, который люди не могли понять. Но я думаю, что этот вопрос решили сейчас в Digital Assessment, и там попроще. Все-таки словарный запас, скорее всего, если у вас нормальный язык уровня там таком Upper Intermediate, вы все переварите и поймете. Плюс часто можно догадаться, что мы называем вот этой штукой. Не знаешь, как перевести на русский, но и не паришься. Демонстрация пример игры. Юрий спрашивает. Нет, нигде нет. Они не собираются это выкладывать и не покажут. Это, собственно, они несколько раз на это отвечали. Сорян. Ну, чтобы вы слишком хорошо не подготовились. Собственно, потому они говорят, что нельзя подготовиться, потому что они нигде не выкладывают пробники. То есть, внести, понятно, было много пробников, на основе которых потом кучу людей разработали тесты, в том числе я. А Digital Assessment он его не выкладывает. Специально, чтобы не так легко было за бот. Ну, бот и цивилизацию. Так, Ссылка на презентацию будет? Будут, будет ссылка. Я ее приложу к вам, вам письмо. Будут ли курсы по Digital Assessment? Смотри, курсы, вот, прям симуляцию делать мы не будем, потому что разработать симуляцию это много, это очень много стоит, плюс мне нужно еще иметь огромную базу, такую же, как McKinsey, для того, чтобы правильно оценивать, и это утопия. Так мы делать точно не будем, но курсы, именно где Problem Solving тренируются, вот это, скорее всего, будет, но тут нам нужно подумать, как это сделать интересно и эффективно. У меня есть уже пара идей, но я пока не буду их раскрывать, потому что пока еще рано. Пока еще рано, но что здесь будет. Так, дальше. Нет статистики по проценту людей успешно проходящих тестов. Я пока не встречал. Кажется, кажется, рано, но кажется, вот по ощущению, чисто по впечатлению общения с людьми, она выше, чем ПСТ. Так, там во время обучения ставят на паузу и можно спокойно все перевести. Ну вот, супер, Наталья, спасибо. Ну, перевести, а, ну да, ты же дома сидишь, ты же можешь взять там телефон и так посмотреть. Ну и плюс часто перевод не нужен, вам достаточно понять там, что там C-shell это вот C-shell, вот та C-shell это вот это C-shell, вам не нужно переводить, что это значит, и не париться. Ограничение в час на самом деле не работает, работает для прохождения теста. У вас есть тренировка, где ограничения нет, и сам тест, где ограничения есть. Как проходил контроль прохождения? Там очень много, на самом деле, они снимают с того, как мышка двигается, плюс они, по-моему, могут смотреть, какие окна ты открываешь, ну и, возможно, у них есть доступ к веб-камере. Тут, на самом деле, все равно это можно все заботать и, допустим, нанять человека, который вместо вас это пройдет, но я очень не советую это делать, потому что это потом вскроется. Если это вскроется, дорога в Макинзи вам будет закрыта навсегда, а это, скорее всего, вскроется. Поэтому лучше быть честными, проходить самим и не париться, как они контролируют частность. Просто будьте честными, тогда проблем у вас не будет. Кажется, что это самый, вообще лучший способ. Сколько там математики? Как они трекают, используются калькуляторы? Время идет, пока решайте, но вы сами математики очень мало. О, отлично! Наталья отвечает вместо меня. Наталья, надо было тебя просто позвать вместо меня и ответить, рассказать про этот вебинар. Я тут оказался мне не полезен. Спасибо большое за то, что ты делишься инсайдами. Так, еще вопросы ко мне или к Наталье, пока Наталья еще здесь с нами. Так, вопросов, вопросов нет, вопросов нет. Сколько времени прошло? А я, кстати, почти сдержал свое слово. Я сказал, что мы потратили 30-40 минут, и вот сейчас мы потратили 38. Смотрю, вопросов больше нет. Спасибо за эфир. Спасибо вам, ребят, что присоединились. Я надеюсь, было полезно. Я вам пришлю, как я уже сказал, запись вебинара, я вам пришлю PDF-ку со всеми ссылками, так что сможете все посмотреть, поготовиться, заботать, поиграть в цивилизацию и пройти, в общем, этот тест. В общем, ладно, ребят, вам спасибо большое, что присоединились, спокойной всем ночи и до связи. Всего счастливо.